Российский бизнесмен Алексей Губарев подал в суд на американское сетевое издание BuzzFeed и его главного редактора Бена Смита. По информации CNN, владелец IT-компании XBT Holding считает, что журналисты нанесли колоссальный ущерб его личной и его профессиональной репутации, поскольку упомянули его имя в компромате на Дональда Трампа. Какой компенсации требует россиянин и каковы шансы ее получить, разбирался Алексей Конопко. В разговорной речи это называется переобуться в воздухе. Как только претензия Алексея Губарева к BuzzFeed превратилась в судебный иск, пресс-секретарь издания заявил, что имя бизнесмена, которого только накануне называли значительным игроком, завербованным российскими спецслужбами, удалили с сайта и принесли извинения. То есть вот так просто, но ошиблись с кем не бывает. Мы были шокированы, когда увидели свои имена в докладе. Никто из правоохранителей никогда не связывался со мной по поводу этой истории. Так же, как и журналисты, которые представили эту публикацию, не пытаясь проверить у меня опубликованные данные. Я до сих пор не понимаю, почему наши имена оказались там. Это фейк-ньюс. При этом журналисты признались, что информацию перед опубликованием даже не проверяли. Да и зачем, если никто не жаловался. Выходит, публикуют в BuzzFeed все, что попадает в руки редакции. Разбирайтесь, мол, сами, чему тут можно верить. Но источников, конечно, никто не раскроет. Это как если бы врач перечислил все симптомы, а пациент как-нибудь сам решил, что за недуг и как с ним бороться. Если BuzzFeed будет как Викиликс, просто сливать информацию в интернет и позволит своя аудитория решать, правда ли это вообще или нет. Я думаю, мы сделали репортаж об очень важной истории. Репортаж? Да вы просто опубликовали ее. Есть же разница между перепечатыванием и журналистской работой. Но если для читателя BuzzFeed итогом станет лишь кризис доверия к авторам, то у фигурантов доклада проблемы более материальные. Алексей Губрев возглавляет компанию по предоставлению IT-услуг. Если просто, продает места под хранение информации на 16 тысячах серверов клиентам в 40 странах мира, в том числе и в США. Сами понимаете, клиент, который будет размещать все свои фотографии, свою переписку, всю деловую переписку, всю финансовую, ему важно, чтобы информация никуда не ушла. А здесь, скажем, если узнается, что, например, какая-то компания, которая имеет центр обработки данных, и у которой утекла информация куда-то налево, то я не думаю, что кто-то пойдет в этой компании, в этом облаке, как бы, собрабатывать свои данные. И это большой удар будет компании, которым, может быть, миллион абонентов, в раз уйдет половина. У таких публикаций, говорят юристы, вовсе не обязательно должны быть заинтересованные спонсоры со стороны. Даже если иск Алексея Губрева американский суд удовлетворит, BuzzFeed заплатит лишь 15 тысяч долларов. Явно меньше, чем он же заработал на внимании к той самой фейк-публикации. Пиар, как известно, хорош, даже если он черный. Здесь идет, скажем так, борьба интересов, наверное. То есть вот юрист в издательстве говорит, это делать ни в коем случае нельзя. Это градит нам судебными избирательствами, возможно, даже более неприятными вещами. А человек, который, так скажем, отвечает за поднятие рейтинга, который заинтересован, да может, вот, может, пронесет. Впрочем, для самого издания эта история на оттяжбе с Губаревым, скорее всего, не закончится. Сразу после публикации доклада президент Трамп назвал BuzzFeed никчемной кучей мусора, а журналистов лживыми людьми. И будет ли ему достаточно извинений Глафреда? Еще вопрос. Алексей Конопко, Анна Погонина, Вести.